Всем привет! Сегодня мы решили продолжить наше знакомство или выбирание красавцев и красавиц, на этот раз красавиц, и выбрали певиц. Не знаю, понравится вам, зайдёт или нет, но что-то я разошлась, мне понравился вот такой формат, и поэтому сегодня, я думаю, что мы выберем самых красивых певиц, ну, разнообразить наш контент и просто поднять настроение. А, я же ничего не одеваю, да? Я просто выбираю. Ну, друзья мои, вот и прямо сразу же мы начнём. Камила Кабелью и Полина Гагарина. То есть кубиноамериканская певица и российско-украинская певица, понятно. Друзья мои, вот что я хочу сказать. Ну, как бы Полину, конечно, она у нас симпатяшка, да? Но что-то приелось, да? Что-то мы её видим часто. Я, кстати, удивился, кому-то стало сколько лет Полине. Сколько лет Полине? Она мне ровесница. Да? Ну, посмотри, как она хорошо сохранилась вообще. Я думала, она старше. Я думала, она старше. Да? Ну, не знаю. Она выглядит хорошо, но старше. Да? Ну, знаешь же, жизнь, может, побила. Ну, ладно. В общем, короче, они обе симпатяшки. Ну, вот, допустим, Камила, вот я вот сейчас вот пока тут говорила, смотрела, рассматривала и решала, кто мне лучше зайдёт. Мне кажется, позадорнее и поинтереснее выглядит всё-таки... Ага, Татьяна Котова, это российская певица. Виагра, я даже что-то такое не помню. Ольга Серябкина, российская певица. Так, друзья мои. Ты серебра. Ну, опять, вот ярче, конечно, Татьяна Котова. Здесь, конечно, может быть, роль у неё такая, но как-то поинтереснее выглядит. За Татьяну будем. Анна Шурочкина. Вообще, я, кстати, мало знаю. Я больше ваших знаю, чем этих. Так, Анна Шурочкина. Так это это, как её? Это ж Нюша? А, да, певица Нюша. Видишь, как удачно. А, Лана Дель Рея, американская певица. Мы не слушали такую? Что-то мне знакомо это имя. Ну, тогда выберем нашу Нюшу. Хотя Нюша наша тоже выглядит так скромнее, но что-то в этот раз я решила за Нюшу. Вера Брежнева. Значит, тоже у нас Viagra группа. И Виктория Джастис, американская актриса и певица. Ну, друзья мои, ладно. Давайте выберем нашу Веру Брежневу. Так, Селена Гомес. О, да-да-да. Ива Макс, американская певица, автор-исполнитель. И тоже американская. Ну, знаете, я вот про Селену Гомес хочу сказать, что одна из моих любимых песенок была именно... Ей вспомнилась Селена Гомес. Помнишь какая-то? Ну, я как бы не умею петь, я только танцую. Вот, поэтому я этот самый... Ну, блин, ладно. В общем, короче, я выбираю Селену Гомес. Билли Айлиш и Ванесса Хаджинс. Американская актриса и певица, обе американские, да? Ну, не знаю, я не могу сказать, что Билли Айлиш красотка. Ну, давайте выберем Ванессу Хаджинс. Так, Дарья Шуханова, певица. А, Дора. Я что-то ее бы как-то Дору и не признала. И Аня Лорак. Ну, друзья мои, конечно, наверное, Аня Лорак выглядит эффектнее, Дарья. Да, тебе просто нравится девочке попроще. Помоложе. А, ну, извините. Я не с этой точки зрения сейчас выбираю. Так, Анна Седокова. Так, и Дуа Липа, британская певица косовского происхождения. Ну, давайте за нашу Аню. Дженнифер Лопес, американская певица, танцовщица, модельера, авторы и продюсер. И Елена Темникова. Ну, вот если даже просто по картинкам, то, наверное, Елена Темникова выглядит немножко по эффекту. Ну, для меня. А для тебя, Максим? Ну, Лопестова, ну, сколько я. Старушка, да? Она для своих лет, конечно, неплохо выглядит, но нет, старовато. Так, Марин Максимова, российская певица Максим и Алиша Кис, американская певица. Ну, давайте за Максим, за нашу. Потому что имя у неё, как у моего сына. Кэти Перри, американская певица. И Бриджит Мэнглер, американская актриса, певица и поэт песенек. О, ну, давайте Бриджит. Посмотри, какая Бриджит Мэнглер хороша. Хороша-то хороша. Клавдия Высокова, это Клава Кока, а я думал, это её ненастоящая. А видишь, как? Ити на король, украинская певица. Так, хорошо, Клаву Коку. Я всегда за неё, просто потому что молодость побеждает. А мне, кстати, Клаву Коку внешне, она не страшненькая, но не буду в курсе. Ну, знаешь, все мы разные. Так, Наталья Ионова, Глюкоза, это время, наше время было ближе, да? Тейлор Свифт, американская исполнительница, автор песен, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. Ну, как бы, Наталья Ионова тоже неплохая, но вот, мне кажется, Тейлор Свифт сейчас прям вообще хороша. Так, Анна Плетнёва, российская певица, солистка российской группы «Винтаж», и Юлия Паршута, ля-ля-ля. Давайте за Юлию Паршуту. Так, Шакира, колумбийская певица, автор песен, ля-ля-ля. И Сати Казанова, российская певица, бывшая солистка группы «Фабрика». Ну, не знаю, давайте выберем Шакиру. Вы понимаете, где? Слева, Аврила Лаву. Да, вот, видите? Одна и самая красивая девушка. Да? Аврила Лаву. Ну, давай, хотя это тоже ничего. Выберешь, что-то. Ариана Гранте, американская певица и актриса. И Аврила Лаву. Ну, ладно, ну, я же должна как сын. Ну, а что, она миленькая, поэтому её надо брать. Берём? Берём. Переходим второй этап. Бриджит Мэндлер. Значит, американская, а не лорик. Лорик украинская. Берём Бриджит Мэндлер. Не потому что, а от того, что она выглядит здесь, гораздо интереснее. Посмотрите, какая она весёлая. А эта задумалась о чём-то. Не надо думать, когда я выбираю. Так, Шакира и Селена Гомес. Значит, Колумбия против Америки. Ну, давайте возьмём Селену Гомес. Татьяна Котова и Юлия Паршута. Россия против России. Выбираем Татьяну Котову. Вы же понимаете, я выбираю от эффекта, вот как выглядит, ну, красотки, и как эффектно выглядит. Анна Седокова и Ванесса Хаджинс. Америка против России. Ну, здесь явно Седокова эффектней. Темникова против Аврил Лавин. Канада против России. Ну, что делать, Максим, будем брать Канаду? Ну, кстати, Темникова тоже ничего так, девчонка-то. Ну, ничего, ну, нет, знаешь, она вот это, как бы, она взяла, берёт, ну, вот, она милее просто. С учётом того, что она старше меня. Ну, неважно, то есть, фотки-то она тут моложе, наверное, но просто я имею в виду, что... Она так и выглядит, как подросток до сих пор. Вот, вот, есть какой-то вот шарм такой, миленькое, что-то в ней есть. Камила Кобельон и Тейлор Свифт. Америка против Кубы. Ну, вот смотрите, здесь вот опять, вот у Камилы она, вот это симпатичней. Но это вот эффектней. Берём её. Она уверена в себе, и это важно. Так, наша Вера и Марина Максимова. Россия против Украины. Ну, вот, даже не знаю, как-то они мне... Для меня они обе как-то наравне. Но мне кажется, что всё-таки... Максима, она как-то нежнее в этом плане. Она рыжая, мне рыжая нравится. Да? Любишь ты рыжих. А где у тебя женщина рыжая? Ну, женщина блондинка. Но рыжие были тоже. Да. Так, значит, российская певица Нюша и Клавдия. Клава Кока. Я выбираю Клаву Коку. Третий этап. Клава Кока и Бриджит Мэнглер. Россия против Америки. Выбираем Америку. Вот, ты представляешь, Максим? Ну, они, кстати, у них типаж похожий. Лица-то так вот они чем-то чуть-чуть. На этих фотках, по крайней мере, они прям схожи. Ну, как бы, Максим тут всё равно лучше выглядит, чем... Выбираем Максим. Итак, Анна Седокова и Камила Кобельё. Ну... А вот тут Седокова, мне кажется, эффектнее выглядит. Хотя... Она интереснее выглядит. Хотя вот есть что-то в этой Камиле. Такое. То, что мне нравится. Так, Селена Гомес и Татьяна Котова. Америка против России. Максим, ну что, друзья мои, что-что-что-что-что-что-что... Максим, давай, не знаю, кого выбрать. Давай Гомес, экзотичный. Да? Ничего себе. Экзотичный. Так. И вот у нас уже получается всё. Всё, выбирай. Не, ну... Наверное, Седокова поинтереснее, да? Хотя не знаю. Ну ладно, давайте выберем Селену Гомес. Чтобы нас никто не обвинял ни в какой-нибудь дискредитации. А, нет, нет, ещё Максим, ура! А, мы же ещё не всё. Мы же ещё не всё. Тогда Бриджит Мэндлер Америку. Что-то мы с Америкой решили это. Вот оно. Ну нет, тогда вот Бриджит Мэндлер всё-таки, мне кажется... Не зря она, потому что поэт песенник, а я поэт. Поэтому мы нашли друг друга. Мы выбираем её. А почему мы её выбрали, друзья мои? Потому что она выглядит как. Ей весело жить на свете. Помимо качества тех, которые ей дала природа, она ещё наделила свой облик задором, друзья мои. Поэтому она и победила. Ура! Так, ну чё, будем смотреть, кто там в поиску? Зачем нам Дед Морозов? Так. О, видите, 31 Бриджит. То есть что, она у нас действительно всегда была лучше всех? Нет. Нет. А Нюша тоже, глянь, 32. А на третьем месяце 30 Кати Пэри, да? Хотя Кати Пэри мне вот, например, внешне вообще не нравится. Да, оказалось бы. Ну вот, видите, мы попали, получается... Мы попали. Всё. Мы попали. Вот. Ну что, вот такой у нас с вами был выбор. И надеюсь, вы поняли, почему мы так выбрали. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok